В аэропорту Курумыч за минувшую неделю изъяли 200 килограммов орехов, фруктов, сухофруктов, крупы специй, запрещенных к возу в Россию, сообщили в прислужбе управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Конфискат обнаружили в ручной кладе авиапассажиров, прибывших из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Грузии. Ограничения ввоза связаны с риском распространения семян опасных сорняков, насекомых-вредителей и заболеваний растений, пояснили в ведомстве. В целом, с начала года инспекторы Россельхознадзора предотвратили попытки ввоза в страну почти полутора тысяч партий продукции растительного происхождения, которые перевозили с нарушением карантинных фитосанитарных мер. В Самарской области отмечают День радио. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поздравили работников и ветеранов отрасли связи. Вот уже почти целое столетие с момента создания Самарского государственного радиовещания представители этой профессии помогают жителям региона быть на связи со своими близкими, обмениваться информацией, активно участвовать в жизни родного региона и страны. Во время Великой Отечественной войны связисты на передовой и в тылу приближали Великую Победу, вдохновляя людей на ратные трудовые свершения. Усилия, направленные на достижение целей национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого по решению президента России Владимира Путина, способствуют ускоренной цифровой трансформации всех сфер жизни нашего общества, обеспечению технологического суверенитета страны. В Приволжском районе в этом году начнут капремонт усадьбы Самариных, который является памятником регионального значения, сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Здание расположено в селе Приволжье на улице Советской. Как пояснили в управлении, в особняке, выполненном в английском варианте европейской готики, отремонтируют фасады, фундамент, кровлю, двери и оконные блоки, а также обновят крыльцо и лестницы. Внутри восстановят полы, стены и перегородки, приведут в порядок и все коммуникации, а также благоустроят площадку перед домом. Владимир Путин сегодня, 7 мая, в пятый раз вступит в должность президента России. Торжественная церемония пройдет в Кремле. На инаугурацию президент отправится из рабочего кабинета в первом корпусе Кремля, в Большой Кремлевский дворец. Там он должен принять присягу. Затем глава государства выйдет через красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, где перед верховным главнокомандующим торжественным маршем пройдет президентский полк. В России могут разрешить тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Семьи могут предоставить право использовать средства ума от капитала на улучшение жилищных условий любыми способами в любое время с момента рождения ребенка, например, если это не требует кредитов или займов, включая ипотеку. Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки. Медики рассказали, кому стоит отказаться от шашлыков на майских праздниках. С осторожностью нужно относиться к мясу, приготовленному на огне, людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ, мочекаменную болезнь, подагру или сочетание этих болезней людям пожилого возраста. Совершенно противопоказанные шашлыки при острых заболеваниях ЖКТ или обострении хронических заболеваний. Нельзя давать шашлык маленьким детям, а для того, чтобы снизить риски неприятных последствий после употребления шашлыка, стоит выбирать качественные продукты и готовить мясо правильно, не допуская сильного огня, из-за которого блюдо покрывается вредной коркой.